Бои за Торецкой часа Фьяр. Российские солдаты вновь казнили украинских военнопленных. Обстрелы Покровска, Лимана и Одессы. Это итоги понедельника, 14 октября от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Ковальчук и мы начинаем. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик прямо сейчас. В Торецкой Донецкой области идет борьба за каждую улицу. По словам спикера ОТГ Луганск Анастасии Бобовниковой, ситуация в городе тяжелая и динамическая. Мы видим, что восточные и юго-восточные районы города сейчас там находится враг. Однако за другие части города ведутся активные бои. И мы сдерживаем там врага. Противник штурмует наши позиции малыми группами. Это по 5-7 человек под прикрытием артиллерии, минометов, FPV. На Бахмутском направлении, по информации Генштаба, российские войска атаковали Часавьяр и Ступочки с юго-востока. Аналитики Дипстейт фиксируют продвижение оккупантов на северо-восточном фланге Часавьяра. Здесь армия РФ прошла вперед по западному берегу канала Северский Донец-Донбасс. Есть прогресс российских сил и по восточному берегу канала Севернее под Григоровкой. Также Дипстейт сообщает об успешной контратаке сил обороны возле Новогродовки. Там ВСУ удалось отбить позиции, захваченные агрессором в пятницу. Это фиксируют аналитики Института изучения войны. Говорят о возвращении под контроль позиций к северу от Селидова. Самую высокую активность боев Генштаб сейчас фиксирует на Кураховском участке фронта. Там наибольшее количество атак россиян. Они добились прогресса в Цукурино. На Купянском участке войска РФ продвинулись на Песчановском выступе. Новый факт расстрела украинских пленных. Россияне убили 9 безоруженных бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубенец и аналитики Дипстейт. По их данным, это произошло 10 октября в районе населенного пункта «Зеленый шлях». Операторы беспилотников выходили на позиции, думая, что они в относительном тылу, но встретили россиян. Были вынуждены отстреливаться, но из-за недостатка. БК сдались в плен. Россияне их разоружили, выстроили, разделили и расстреляли. Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно. Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью. Омбудсмен в очередной раз направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Генеральная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. А глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры из-за жестокого обращения РФ с военнопленными. Количество казней украинских военнопленных увеличилось не просто так. Это поощряют российские командиры. Так в своем отчете указали аналитики Института изучения войны. В то же время российские военные блогеры не только прославляли, но и праздновали казнь военнопленных в Урской области. Более того, призвали военных РФ увеличить количество казней на всех участках фронта. По их мнению, это якобы обычный аспект войны. Многие из этих российских милблогеров имеют очень много подписчиков и связаны с Кремлем, что дает им ощущение власти в установлении и укреплении принятых культурных норм в российском ультра-националистическом обществе. Они часто прославляют российские зверства и жестокость в Украине с начала полномасштабного вторжения. И это прославление подчеркивает более широкую культуру, которая, вероятно, поощряет систематические казни украинских военнопленных. Украинские военные заявляют, что уже отомстили за казнь своих сослуживцев. В Курской области десантники 82-й бригады ВСУ уничтожили причастных к расстрелу. В засаду попали российские морпехи 155-й бригады. Как в обход блокировки продолжать читать сайт новости Донбасса, если вы из России или на оккупированных ею территориях? Все просто. Загрузите и установите браузер Сина, чтобы иметь доступ к правдивым независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы уже оставили по ссылке в описании этого видео. В Донецкой области ни дня без обстрелов. За эти сутки россияне убили четырех мирных жителей. Еще трое получили ранения. В Часофьяр и Лиман оккупанты накрыли огнем из смерчи. По Покровску, Вишневому и Звановке россияне ударили артиллерии. Сегодня оккупанты атаковали Одессу баллистикой. Ударили по припортовой инфраструктуре. Погиб один человек. Еще восемь получили ранения. Все они работники порта. Пострадавшие находятся в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. В результате обстрела повреждены гражданские суда под флагом Белиза и сухогрузное судно под флагом Палау. Последнее уже попадало под огонь россиян ровно неделю назад. Также есть повреждения склада с зерном. В России на военном аэродроме Оренбург-2 сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщает украинская разведка. Самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил РФ. По их данным, такие советские борта используются в частности для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ. А на Белгородскую область российская авиация снова уронила бомбу ФАП-500. Ее нашли в Шебекинском городском округе в нескольких километрах от села Никлюдово. Обошлось без пострадавших. По подсчетам российского издания Астра, это как минимум 128-я авиабомба, упавшая на территорию и оккупированной территории Украины с марта по октябрь этого года. Напомним, что российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАП специальными комплексами для противодействия украинским ПВО. После такого обновления на бомбах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющее запускать бомбы прямо с территории РФ. Активно использовать этот апгрейд РФ начала весной этого года. Основная проблема обновленных ФАП, зачастую авиабомбы попросту не долетают до цели. А это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии, поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра, берегите себя.